В прямом эфире сейчас присоединяется известный израильский теле-радиоведущий, комик Илья Кселерот. Илья, приветствуем вас. Здравствуйте, Илья. Как вы оцените по появлению высот Трампа на голландских высотах? Заслужил ли американский президент такой подарок? Ну, я думаю, что он достаточно популярен в Израиле, поэтому в плане общественного мнения он заслужил. А как житель нашей страны, я хочу сказать, что теперь точно я уверен, что голланды никому не отдадут, раз там уже есть поселение имени Трампа. Это вы сейчас как комик, Илья? Или как будущий политик? Я всегда как комик. Не, я не думаю, что я будущий политик, но популярность Дональда Трампа в Израиле очень велика. Поэтому ты еще поговорил. Да, поэтому я думаю, что в плане общественного мнения он, безусловно, заслужил, хотя есть и те, кто критикует это решение. Эти люди в меньшинстве, насколько я понимаю, израильскую политику, общественно-политические, по крайней мере, настроения. Кто будет жить в этом поселении, как вы думаете? Ну, во-первых, уже стало известно о том, что несколько семей, которые планируют репатриироваться из Канады и США, уже выразили желание там поселиться. Я думаю, что и часть жителей Израиля, которые часто решают перебраться в периферию, подальше от пробок центральных, тоже могут выбрать это место. Кстати, рядом находится уже существующее небольшое поселение, которое, скорее всего, объединится. И вот как раз жители этого поселения, если не ошибаюсь, его зовут Келла Алон, они не все довольны таким решением. Многие из них не очень любят Дональда Трампа и из-за его разных скандалов считают, что это недостойно называть новое поселение его именем. Предлагают назвать именем Менаха Мобегина, к примеру. Ну а какие-то, например, реакции со знаком минус, связанные с тем, что все-таки это спорная территория для многих, ну, по крайней мере, для мирового сообщества эта территория спорная. Сегодня я читала на BBC, они традиционно, потрясающе, конечно, они заглавили свою публикацию чем-то вроде на оккупированных территориях, захваченные голланы, и там теперь появилось поселение имени Трампа. Это лексика и это терминология, которую продвигают постоянно наши коллеги с уважаемого, но в этом случае вот странно ведущего себя средства массовой информации. Так вот, с учетом действительно спорного статуса голландских высот, не вызовет ли это раздражение у, например, сирийской стороны, не опасаются ли этого местные жители? Вы про это ничего не слышали? Ну, во-первых, я не слышал, потому что в Израиле, в израильском обществе голландские высоты — это консенсус, территория, которая вообще никак не оспаривается. И в отличие, кстати, от территории Юдии и Самарии, внутри израильского общества есть какие-то разногласия, есть правые, левые. По голландским высотам абсолютно большинство выступает за то, чтобы это сохранилось территорией Израиля. А сирийцев раздражают, все это будет, так же, как раздражает сам факт существования Израиля, поэтому вот голланды от Тель-Авива мало чем отличаются. Понятно. Тихо. Скажите, а как вам кажется, это в большей степени все-таки благодарность или это в большей степени защита? Потому что едва ли, наверное, какие-то оппоненты Израиля, скажем так, станут наступать на населенный пункт, который называется именем американского президента? Вот видите, ни один тут юморист... Нет, мне кажется, что в этом может быть очень четкий, очень четкий расчет. Смотрите, Дональд Трамп участвовал в предвыборной кампании Бенемин Таняо в предыдущих, и в нынешней, видимо, тоже будет принимать участие. Таняо под лозунгом «Я правитель другого уровня» сфотографирован вместе с Дональдом Трампом на предвыборных плакатах. Поэтому это еще один показательный такой вот момент того, как важны и как сильны отношения между США и Израилем, и как у Бенемина Таняо есть доступ, дружеский доступ американскому президенту. Поэтому, во-первых, это акция приуроченная, я считаю, к выборам. Не факт, что этот поселок бы открыли, если бы не были назначены досрочные выборы на 17 сентября. Кстати, я должен сказать, что готовясь к эфиру, я вычитывал, что у этого поселка нет еще ни бюджета, ни формальных одобрений территории, на которых он будет строиться. Более того, правительство, которое его приземляет... Для главных жителей только нет. Да, это переходное правительство, и у этого правительства у него очень ограниченная сила. По сути, решение это можно абсолютно перевернуть. Ну, то есть, если, условно, в сентябре победит, например, Кахоль Лаван, Бенни Ганс, Лапид, то они, в принципе, могут взять и отменить это решение. Но, как вы считаете, с учетом как раз высокого рейтинга Трампа на территории Израиля, будут ли они, ой, Тихон, будут ли они, например, на непопулярные шаги, ведь одобрение-то этих действий Бенемина Танягу, оно, очевидно, существует в обществе? Не, я не думаю, что кто-либо, ставший премьер-министром, будь то это Бенни Ганс или Натанял опять, будет отменять это решение. Действительно, Дональд Трамп очень популярен в израильском обществе, никто не захочет себе стрелять вновь, как говорится у нас. Ну, понятно. В Израиле, я думаю, что эта новость прошумела вчера-сегодня, а завтра я очень надеюсь для будущих жителей вершин Трампа, что этот поселок будет действительно развиваться, и туда будет вливаться бюджет на его развитие. Потому что нас очень любят какие-то вещи открывать для того, чтобы был информационный бум, а затем про них все забывают. А на рейтинге Бениамена Танягу все-таки как отразится эта история? Потому что ведь совершенно очевидно, что какие бы ни были там мотивы, благодарность, уважение, назовите это как хотите, дружба, но по большому счету в предвыборный период не надо быть гением или политтехнологом, чтобы понимать, зачем это все происходит. Как вы считаете, скорее плюс или скорее минус в предвыборную кассу действующего премьера? Я думаю, что суммарно ноль, потому что те, кто считает, что Танягу делает все для популизма и вообще пора ему уйти на пенсию, продолжают так считать. Те, кто говорит, что Биби это наш король, что он дружит со всем миром, что он единственный посредник между Путиным и Трампом, что он к Трампу без стука входит в кабинет, то он будет говорить, что вот это круто. Поэтому я думаю, что суммарно это все оставит тот же электороняу и никак не повлияет. Слушайте, а вот вы сказали, что не будущий политик, но вы ведь сами планировали участие в выборах, но передумали. Прошло. Почему? Ну, ко мне поступило предложение, я присоединился к партии «Наш Дом Израиль», я пробыл в политике аж 10 дней. Я очень быстро осознал, знаете, есть вещи, которые ты осознаешь, только попав в систему. Я очень быстро осознал, что я пока не готов прощаться со своей любимой профессией. Это и работа на телевидении, и на радио, и, конечно же, сцена со стендап-выступлениями. Это вот я сейчас вам правдивый такой ответ. А всем остальным, вот не вам, а всем остальным, я рассказываю, что поскольку я трижды побеждал в шоу «Расмеши комика», я очень боялся, что попадут кадры в прессу, где украинский президент вручает наличные деньги израильскому депутату. А есть такие кадры, да? Надо бы их поискать. Есть, есть, есть. Но вы видели, Илья, что ваш коллега по телевидению, по крайней мере, наш бывший представитель на Ближнем Востоке, бывший руководитель, собственно, бюро «РТВА» в Израиле, Евгений Сават, так и сделал другой выбор. И ровно от партии «Наш дом Израиль». Он занял, по-моему, там, ну он третий был в списке, в итоге он прошел в КНЕСЭД, и сейчас снова будет перезбираться, и снова, по всей видимости, пройдет в КНЕСЭД. А не пожалели о своем решении, с учетом того, что вот ваш ближайший соратник и коллега в итоге сейчас депутат? Ну, во-первых, я вообще не пожалел. А другой коллега сейчас президент? Не грамма. Да, не грамма не пожалел, потому что каждый выбирает свой путь. Я очень рад за Женю, мы с ним совсем недавно виделись в его офисе в КНЕСЭДе. Я в шутку даже сказал, скажи мне, пожалуйста, что я пропустил, но это действительно была шутка. У меня нет никаких чувств сожалений. Я думаю, что к этому нужно приходить, когда ты готов, когда ты, в общем, решил, что ты хочешь сменить срок деятельности, и когда ты можешь отдаться полностью. Если настанет момент, когда я пойму, что больше не могу смотреть на то, что происходит, что хочу полностью нырнуть и отдаться общественной деятельности, я, безусловно, попробую себя. Но пока таких конкретных планов не имею, а Жене Сави желаю большой удачи. Я очень рад за него. Что ж, посмотрим, как наш Дом Израиль выступит 17 сентября. Это новые, внеочередные выборы в Израиле, очередные. Уже сбились все со счета. Благодарим вас, Илья. Спасибо вам, спасибо вам. Спасибо большое. В прямом эфире RTV был телерадиоведущий Илья Акселерот. Мы говорили о том, как в Израиле появились высоты Трампа, на голландских высотах, ну и не только об этом, как вы могли слышать.